О чем будем говорить? Будем говорить недолго, сразу говорю, потому что углубляться в такие очень дизайнерские глубины не стоит. Наверное, это довольно сложно, всякие специальные программы мы разбирать не будем. Но поговорим о том, как вот вы, обычный такой себе человек, которому вдруг приспичило срочно сделать красивую презентацию, и показать ее, можете сделать ее красиво, качественно, эффективно, и так, чтобы ее не закрыли через 5 минут или даже через 5 секунд после того, как вы ее прислали. На самом деле, это самая большая проблема со всеми презентациями, что вы их отправляете, а их даже не читают. То есть вот она пришла там, либо клиенту, если вы маркетолог, да, либо просто кому-то адресату, вы там вложили всю душу и списали текстом 14-го размера 80 тысяч слайдов, и потратили на это, понятное дело, много времени. Не вычитывали, естественно, потому что зачем же вы гениальны и так. Ну, в общем, отдача будет какая? Правильно, нулевая. Поэтому мы с вами поговорим о том, как это сделать и красиво, и качественно, и пока мне никто не пишет в чатик, я буду иногда туда посматривать. Спойлер вы уже видели, о том, что дизайн это не только продукт, не только то, как продукт выглядит и воспринимается, это то, как он работает. Я не большой фанат, на самом деле, Яблоков и Стива Джобса лично, но тут она сказала абсолютно верно и очень в тему. Любой продукт. Презентация в этом случае точно такой же продукт. Давайте подумаем хорошо, если кто-то из вас, поднимите руки, кто-то любит из вас продукцию компании Apple. Вот, ну, есть такие люди всегда есть. За что? За что вы ее любите? Ну, поймем там, за дизайн. А почему? Что в этом дизайне такого необычного? Simple беленький дизайн. Вот, и на самом деле это применимо ко всем презентациям. Не надо бояться. Simple беленький дизайн презентации – это просто очень круто. И презентация, как и любая другая вещь, должна работать. Презентация – это не цель, презентация – это средство. Цель – это хороший доклад в университете, защита своей дипломной работы. Цель – это, чтобы купили ваш продукт. Цель – это, я не знаю, чтобы на ваше портфолио или на ваше резюме отозвался работодатель. А просто послать кому-то красивняшку – это не цель. Поэтому, если вы засунете 80 шрифтов, цветов и еще кучу всего интересного, и оформите это еще в рамочке, и вам будет дико нравиться, но оно не сработает, то, соответственно, зачем нам такая штука нужна? Первое, что мы делаем перед тем, как создавать презентацию, не отправлять, конечно же, создавать, мы думаем о том, что это вообще такое будет, зачем она нам нужна. Цели у презентации могут быть разные. Первое – это если на нее будут смотреть, вот как вы сейчас на эту, она просто фоном там за мной мелькает, подкрепляет мои слова картинками. Это одно. Другое дело, если вы ее отправляете вот в этом виде, в котором вы ее оформили, и словами подкрепить вы ее уже никогда не сможете. Вот она придет, адресату, он ее увидит, и как бы на этом ваша с ним коммуникация закончится. Естественно, что абсолютно по-разному ее надо готовить, и абсолютно по-разному в нее надо вставлять изображение, по-разному работать с текстом, и поэтому мы сейчас с вами, вот, собственно, я немножко забежала вперед, что не надо делать ни в каком случае. Отвлечемся, неважно, это цель или это средство, вот этого делать не нужно, потому что вот все, что здесь написано, в итоге будет правду. То есть не пишите вот эту всю бесценную, интересную, полезную информацию, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, все равно никто этого никогда не прочтет, и вы будете себе иметь, собственно, негативный опыт. Но самое обидное в таких презентациях, что когда ты видишь один вот такой вот слайд, потом ты еще понимаешь, что есть еще у него вот такой вот довесок где-нибудь, и ты уже разочарованный полностью, думаешь, все, никогда я это больше не открою, и читать это больше не буду. Даже если в этой презентации не 10 слайдов, а один, если он один вот такой, его не буду смотреть. Поэтому здесь есть такой простой совет. Поговорим сейчас о фоновой презентации, вот такой, как у меня сейчас на экране висит. Вам нужно меньше печатного текста и несколько кратких тезисов. Почему нужно меньше печатного текста? Потому что, во-первых, внимание аудитории будет концентрироваться не на презентации, потому что вы не будете вчитываться, сидеть и разбирать эти слова. Вы будете все-таки слушать меня. А исходя из этого, потому что вы будете слушать меня, Два другие наших пойнта вы будете правильно воспринимать и следить за ходом рассказа. Потому что если я хочу донести что-то до вас, какую-то мысль, донести ее с интонацией, возможно, там еще станцевать в этот момент, может, у меня какой-то жест мега важный есть для вас, а вы будете в это время текст читать. И я могу тут просто цыганочку с выходом танцевать, делать все что угодно, вы будете читать то, что там написано, а там написано нудно, коряво, ну и, естественно, как бы совершенно вам не нужно. И еще один важный момент – это ход рассказа. То есть текста может быть там два абзаца, правильно? Но я хочу задержаться на первом, а вы читаете быстрее, чем я говорю, вы уже перескочили на второй, в итоге мы потеряли вообще полностью, опять же, суть этого слайда. Поэтому просто красные нити через всю презентацию я буду постоянно вам повторять. Пишите меньше текста, пишите меньше текста и намного меньше текста, сокращайте максимально по возможности, все сокращайте. Оптимально? Такого не существует, не рекомендую несколько строчек, рекомендую несколько правил. Первое правило – никогда не пишите текст текстом, кусками, абзацами, как в книжках пишут, пишите все тезисно. И даже если вы пишете тезисно, вот как здесь, все равно эти тезисы лучше разбавляйте. Здесь 4, как по мне, это нормально, это даже немного, добавьте еще 2-3, пусть их будет максимум 10. Но если вы вылезаете, допустим, за это количество, это я так вот сейчас на вскидку говорю, если их будет больше 10, то я бы уже, наверное, перенесла это все на следующий слайд. То есть никогда не пытайтесь подать всю информацию на одном слайде и по возможности разбивать ее на как можно меньшие кусочки. Тут, что важно, опять же, забегу вперед, никогда не бойтесь белого пустого места. Лучше пусть у зрителя фантазия работает, да, и он видит это белое место, оно чистое, оно ничем не запачканное, никакими картинками, цветами, лишними текстами. Белое место – это неплохо, это не значит, что вы не профессионалы, это не значит, что вы чего-то не знаете или не понимаете. Белое место – это просто белое место. То есть вы, если я вам говорю о том, что на слайде много белого места, вы начинаете о нем задумываться и думать, блин, действительно, на слайде же много белого места, куда же мне его деть, черт, его же так много. Сейчас вот там весь слайд на белом фоне, вас оно хоть как-то вообще задевает, что там есть белый фон слайда. Все привыкли к тому, что презентация идет на белом фоне, это норма, как говорит нам Малышева, это норма. Поэтому не бойтесь, лучше оставьте место и дайте людям возможность сосредоточиться на чем-то конкретном, на каких-то тезисах, подумать, развить эту мысль, пусть они там подогадываются о чем-то, но зато они не будут перегружены и не захотят ее закрыть сразу же. Здравствуйте. Резюмируя, компания DataArt, меня зовут Евгения, презентация о том, как сделать красивую и грамотную презентацию. Основная мысль, которую я доношу уже 10 минут, делайте как можно меньше текста. По поводу текста меньше все запомнили. Двигаемся дальше. Конечно. Вернемся. О чем, простите? Смотрите, тут такое дело. Я, честно говоря, против такого, просто потому что, как минимум, есть люди, которые много красиво и интересно рассказывают. Ограничьте их 20 секундами, и они не успеют вам ничего рассказать, ничего пояснить. И, в принципе, слайды в презентации делаются абсолютно не для того, чтобы как-то сделать их хронометраж. Слайды в презентации, в этой конкретно, которая у меня за спиной, ну, мы говорим о презентациях, которые являются фоновыми. Фоновые презентации для того, чтобы подкрепить рассказ. То есть, если вы будете меня ограничивать 20 секундами рассказа по каждому тезису, скорее всего, может быть скомканно. С другой стороны, есть такие слайды, которые 20 секунд вам и не нужно. Поэтому я бы... Там что-то пишут, нет? Вы так куда смотрите? Я же думаю, мало ли, вдруг там что-то пишут. Я бы не стала запариваться вопросом времени. Мне так кажется. Но, наверное, я забыла об этом сказать в самом начале. Есть такая штука, дизайн вообще такая штука, что никогда и ни у кого не будет двух одинаковых мнений ни по одному поводу. Поэтому, если вам кто-то скажет, что это круто, 20 секунд на слайд это круто и делайте только так, подумайте, круто ли это для вас. Подумайте, нравится ли это вам. Если вам это нравится, для вас это работает. Вот тут важно не нравится. Если для вас это работает, ограничьте себя. Мне это неудобно. Вот как минимум, я вам сейчас отвечаю на вопрос. Пока я отвечаю на вопрос, уже прошло больше 20 секунд. И мы бы уже на 30 слайдов там вперед, да, отошли. А я еще не успела рассказать самое важное, про то, что надо писать что, как можно меньше текста. Так вот. Еще вопрос? А, там вопрос. 20 слайдов, 10 секунд. Спасибо, Саша. Саша нам прислал ссылку на это правило. Если захотите, можете потом посмотреть, почитать. Я о нем слышала. Для меня лично это не работает. Мне такая штука не нравится. Не люблю, когда меня ограничивают во времени. Далее мы говорим о презентации как об основном инструменте. То есть мы уже не пользуемся ею, как бы, граундом для нашего выступления. А мы ее отправляем. Вот этот момент, когда вы нажали кнопку «Отправить», запомните навсегда, что все, на этом моменте вы уже ничего не измените. Если вы не измените, если вы отправите еще в догонку 10 писем, типа «Ой, я перепутал слова», «Ой, я тут хочу сократить» или «Не читайте третий слайд, я передумал», не работает. Поэтому вы должны запомнить, что оформили презентацию, перечитали, вычитали, сократили, вычитали еще, сократили, проверили орфографию, проверили все картинки, отправили это все, точка невозврата. И поэтому… Вот смешное выражение «точка невозврата». Саша еще нам что-то пишет. Спасибо, Саша, он пишет нам, что это формат PDF. Итак, если мы говорим о таких презентациях и о количестве текста и букв на этих слайдах, из-за отсутствия возможности что-либо пояснить, вы начинаете вбивать туда массу текста, чего можно избежать. Избежать это можно так. Вы даете максимально короткие формулировки, вы не растекаетесь мыслью, все свои мысли вы подаете тезисно, вы не пишете рассказ, вы делаете выжимки. Да, ну какие-то вот именно тезисы отдельные. И делаете их так, чтобы у читателя была возможность без ваших пояснений их понять. То есть они будут такой, грубо говоря, средней длины. Да, это не будет абзац текста, но это и не будет какая-то маленькая фраза, которую вы сможете пояснить, вот как я вам сейчас словарю. Дальше. То, что я уже говорила, что лучше два слайда, чем один забитый под завязку, я думаю, что это уже понятно абсолютно. Побуждение к дальнейшему изучению и контакту. Вот это самое, пожалуй, важное для вот этих презентаций, которые вы отправляете. В чем тут история? Что лучше, знаете, как говорят, что хороший преподаватель грамотный, это не тот, который вам вобьет в голову 10 томов энциклопедии. Это тот, который расскажет вам коротко, но так, что вы потом пойдете, возьмете все эти 10 томов и будете их штудировать, и сами для себя это выучите. В принципе, ну, конечно же, с натяжкой, потому что рекламщик не может сказать, я вам сейчас побудил к действия, а теперь идите и сами все узнавайте. Нет, естественно, вы должны сделать так, чтобы к вам вернулись после вашей презентации, чтобы клиент или ваш адресат к вам вернулся обратно. Но в принципе вы можете закидывать удочки, вы можете не рассказывать все полностью, вы можете интриговать, вы можете как-то делать так, чтобы у адресата возникло желание потом связаться с вами, с вашей компанией или с вами лично и узнать, собственно, все то, что вы ему тут хотели рассказать в этой презентации. И, наконец, подкрепление информации графикой. И да, это очень важно. Естественно, информация любая воспринимается намного лучше, если она подкреплена какими-то картинками, иконками или другими изображениями. Об этом мы еще с вами будем говорить. Да. Нет, я не буду говорить про темп речи, потому что я говорю очень быстро, мне не хватит времени, чтобы говорить про темп речи. Я не рассказываю вам о том, как быть хорошим оратором и как грамотно преподносить презентацию большой аудитории людей. Я рассказываю вам о том, как сделать презентацию графически, графически, грамотно. И, соответственно, стараюсь вас побудить к тому, что если вам что-то интересно, вы задаете мне вопрос или вы потом изучаете подробнее эту тему. Про темп речи не скажу. Я понимаю, что вопрос с намеком, что я говорю довольно быстро, но, к сожалению, время эти только полтора часа, и я физически, если буду говорить медленно и разжевывать, просто в него не влезу. Но я постараюсь очень. Сейчас я выдохну и постараюсь говорить помедленнее. Просто, когда я говорю медленно, я такие томные интонации, что я боюсь, что не очень хорошо это зайдет. Здравствуйте. Компания DotaArt. Мы говорим о том, как правильно готовить презентации. После того, как вы определились с целью, что она презентация ваша или фон, или основной инструмент, вы уже на этом моменте понимаете, что пора бы ее как-то уже оформлять. И вот тут начинается самое важное. Обычно все делают что? Лезут в стандартные шаблоны графического оформления. Там что-то опять нам пишут, да? Отличная скорость. Спасибо кому-то, я об этом скажу. За отличную скорость. Итак, вы лезете в стандартные шаблоны оформления. И дальше происходит либо вот такое, либо вот такое. Но я честно, абсолютно честно, перед тем, как делать вам этот доклад, я полезла. Думаю, может, с 95-го что-то изменилось. Мало ли, включили в офисные пакеты хорошие шаблоны оформления. Нет. По крайней мере, в PowerPoint. Нет, не работает. Там вот все, как было в 95-м, так и осталось. Может быть, там где-то можно как-то подрихтовать, подкорректировать, убрать, добавить. Но в целом, в целом, эти шаблоны смотрятся, ну, я как бы использую в этом случае слово дешево, но мне кажется, что оно самое оптимальное. Мне кажется, что они выглядят несколько так убогенько и дешево. Поэтому, если у вас есть время на тхнень, в смысле вдохновения и желание, вы, конечно же, лучше можете воспользоваться такой штукой, как кастомный дизайн. Что такое кастомный дизайн? Это когда набор дизайна вашей презентации создан вашими руками и выбран, собственно, по вашему вкусу и на ваше усмотрение. И кастомный этот самый дизайн презентации состоит у нас... Меня троллят даже сотрудники моей компании. Да, у нас есть шаблоны от компании DataArt, но мы ими не поделимся, потому что они наши корпоративные. Просто на эти ток не все сотрудники компании DataArt, поэтому не все видели наши гениальные шаблоны-презентации. Кастомный дизайн. Что это такое? Это когда вы его создали с нуля и, соответственно, определились сами с цветовой гаммой слайдов, со всеми изображениями, со всеми шрифтами, размерами и таким прочим. Вот отличный, я считаю, самый лучший для меня. Пример кастомного дизайна презентации. То есть все люди художники и все с отличным вкусом. Обычно присылают, потом в итоге гордо говорят, я вот создал кастомный дизайн презентации своими руками. Вот, смотрите. Что здесь плохо? Давайте подумаем. Все, это хорошо. Плохо здесь все. Почему? Давайте накидываем мнение, что именно не так, что не работает. Лоб, давайте по очереди по руке, тогда по руке вас просто много очень... О, и сразу тишина. Да. Нечитабельно. Сливается текст с фоном, да? Согласна. Неконтрастно. Еще. Картинки. Что не так с картинками? Разноразмерные. Ну, в общем, да, на невырезанном белом фоне. В общем, плохо, да? Да, да, да. Много текста. Вот, спасибо. Предыдущие 15 минут не прошли даром, много текста. В общем, плохо, правильно, абсолютно все. Но в чем здесь загвоздка? Нет, сейчас еще я добью вас, чтобы вам так жизнь медом не казалась. Добиваю. Что плохо? Все, опять же, почему? Потому что непонятные фоны, потому что непонятный контраст на слайдах. Действительно, не читабельный вот этот синий текст на фиолетово-черном фоне. Он не читается. Непонятные изображения, и, в общем-то, ну, нехорошо. Но такой нюанс. Нюанс в том, что вы такие все творческие люди понимаете, что нехорошо. И когда вы начинаете создавать свой шаблон, вы вроде как бы пользуетесь правилами, и вроде и вкус у вас есть, но по итогу получается все равно вот это. Потому что, как бы, если просто от фонаря накидать даже самых красивых элементов, надергать по чуть-чуть, то все равно выйдет, ну, скорее всего, такая липоватая, довольная история, которая будет плохо выглядеть и плохо читаться. Это не по стандартным Apple, как же беленькая, пишет нам Александр. Вы там читайте, иногда там будет весело. Что делать? Нужно просто усвоить себе несколько таких правил, выполняя которые, даже создавая с нуля полностью дизайн самостоятельно, вы сможете сделать его нормальным, красивым, читабельным. Я не говорю, что вы дизайнеры, вы не должны сделать какую-то просто мега-эпловскую историю, но вы сможете сделать так, что ее не захотят закрыть. Для себя, опять же, как я уже говорила, дизайн вопрос очень личный, и очень такой не каждому холиварный, абсолютно верно. Это вещь, про которую мы будем ругаться с другими дизайнерами, то есть там сейчас чатик может разорваться сообщениями, что нет, все надо делать не так, но вспомните о том, что как бы есть такая вещь, как вкус, есть такая вещь, как работает, не работает для себя, удобно, неудобно, но есть и такие вещи, которые как бы basic, от которых не отойдешь. Для себя я выделила, что есть такие три правила – контраст, повторение и выравнивание. В принципе, слова всем понятные, но немножко детальнее. Что такое контраст? Контраст – это когда у нас цвета не сливаются друг с другом. Ну, вроде как бы все понятно, да? То есть писать бледно-голубым на темно-синим, оно, в общем, может и, конечно, выстрелить, но вряд ли. Или там розовым на зеленом тоже, наверное, вряд ли. Подбирайте, старайтесь подбираться, цвета противоположные. Вот черный с белым – это противоположные. Всю презентацию, к сожалению, черным с белым не оформишь. Поэтому ищите, старайтесь искать такие цвета, которые будут друг друга оттенять, и которые будут делать вам визуальные акценты. Да, есть колесо цветов, абсолютно верно, круг цветов. Мы о нем будем говорить еще немножко дальше. Колесо? Нет, нет, все в порядке. Вопросы – это значит, что вы хотя бы не спите. Может, кофе у нас хороший, действует хорошо. Вопрос контраста – это, собственно, вот это. Когда вы отправили абсолютно нечитабельную штуку, и из-за того, что просто цвета вы не подобрали нормально, вот получилась такая вот история. Но при этом абсолютно легко можно сделать так, что текст будет видно даже на фотографиях и на картинках, и все будет читабельно, и все будет красиво и удобоваримо и понятно. Дальше. С контрастами, я думаю, понятно, да, там ничего сложного в этом нет. Что такое повторение? Повторение – это когда у вас одни и те же элементы в презентации, повторяются из слайда в слайд, и люди к ним привыкают, адресаты к ним привыкают. То есть, если у вас, допустим, есть вот такой вот стиль выделения заголовка, что это на цветном фоне, неважно, он может быть разного, этот цвета фон, но это вот такая вот фигура такого-то, там, размера и все такое, если это будет повторяться из слайда в слайд, люди к этому привыкнут, им будет приятно, комфортно, удобно, они будут понимать, что вот так у нас выделен заголовок, а вот так у нас выделено изображение, это у нас иконка, это у нас картинка, не путать. Поэтому старайтесь повторять элементы. Самый оптимальный вариант, как повторять элементы хорошо, это просто копировать слайд за слайдом. Абсолютно честно говорю. То есть понятно, что это абсолютно не по-дизайнерски и вроде как и неправильно, но если вы будете копировать и вставлять слайд за слайдом, вы, скорее всего, не ошибетесь ни в размерах, ни в повторяющихся элементах, ни в чем таком. То есть это просто такая наша маленькая хитрость, о которой мы никому не расскажем. Вопрос? О, да. Бывает столько вариантов. Ну, бывает, когда тебе присылают презентацию, в ней 10 слайдов. Все цвета радуги использованы на этих 10 слайдах, и заголовок у тебя может быть в правом верхнем углу, в левом верхнем углу, там, там, там. Нумерация страниц, она если есть в презентации, она должна быть, ну там, один раз как-то выбрана и так и использоваться. Но она не может быть на одном слайде в середине, в другом слайде в углу. Естественно, естественно. Это абсолютно на самом деле нормально, потому что, ну, давайте переставим на секунду. Вы, опять же, вы не дизайнеры, вы не человек, который занимается вот ловлей блох. Ну, то есть вы создали что-то, вы, ну, с чем меня чаще всего приходится сталкиваться. Есть там программисты, гениальные люди, которые написали очень какую-то важную, интересную штуковину. Я так уже совсем приземленными словами. Вот. И хотят миру об этом рассказать. Но не должен этот человек заниматься, по идее, тем, чтобы вылавливать нумерацию страниц своей презентации. По идее, этим должен заниматься дизайнер. Но если вы сами будете это отправлять, то придется и вам запариться таким делом, чтобы все, кто будет это смотреть, ну, в общем-то, видели аккуратную вещь. Ну, а бывают гениальные люди, которые просто не обращают на такое внимание. Да, это бывает. Нет, смысл не сделать красиво. Смысл сделать так, чтобы то, что вы хотите донести из-за плохой визуальной подачи, чтобы оно не испортило, в общем, и не вызвало желание не смотреть дальше. Потому что действительно очень часто бывает такое, что это касается, например, всяких рекламных предложений коммерческих. То есть вы отсылаете действительно крутую, интересную штуку. Это может выстрелить, это может сработать для компании, которую вы предлагаете. Но вы это оформили так, что когда на ядовито-зеленом, там, ну, вам казалось, что это круто, на ядовито-зеленом фоне у вас есть красный заголовок «это мега-идея», то, наверное, не прокатит. Но, опять же, это вещи очень условные, это вещи такие очень, ну, сугубо на личном уровне. Может, и вы знаете, что клиент, которому вы это отправите, или просто ваш адресат, он любит такое. Тогда, конечно, оформляйте так, как он любит. И просто всегда вообще во всем, что вы делаете, не только в презентациях, во всем, что вы делаете, руководствуйтесь вот тем вот самым первым принципом Джобса, который говорил, что должно работать. Красиво, некрасиво должно работать. То есть если ваш клиент любит некрасиво, но оно работает, оставьте красиво, делайте так, как работает. И, наконец, выравнивание, это вообще самая нелюбимая штука у всех, выравнивание, это когда у вас вещи на слайдах, разные графические элементы, заголовки, все выстроено по одной четкой сетке, это визуально намного приятнее смотреть. То есть я на самом деле при подготовке вот этого материала не то чтобы сильно запаривалась такими вещами, но я себе выделила слева место для заголовка, обычно он у всех сверху, у меня вот он получился слева. И вы к какому-то там энному слайду привыкли к тому, что слева будет написана, ну, основная, да, там такая квинтэссенция, в общем-то, суть этого слайда. И вот на таких вещах, в принципе, восприятие человека такие вещи ловит, и ему намного легче читать и понимать то, что вы ему пишете или присылаете. Это юмор. Знаете такая штука? Юмор. Шутка. Просто есть такое выражение о чистоте и гигиене. Я говорю о чистоте слайда. Слайд не должен пестрить, там ничего не должно мешаться, там не должны элементы прыгать сверху вниз и между собой перемешиваться. Если это заголовок, у него есть закрепленное место, если это изображение, оно не налезает на заголовок. Это и есть чистота слайда. Свободное пространство организовано таким образом, что ничего нигде, ничему не мешает. Ну, а гигиена – это гигиена. Конечно. Вот я только что на него ответила, что гигиена – это юмор, а чистота – это когда элементы по слайду не мешаются и не противоречат, собственно, сетке, по которой вы выстроили. Что важно знать про сетки? Что, в принципе, если вам не лень, это вам потом упростит очень сильно работу. Когда вы будете создавать новую презентацию, вы можете задать в образце слайда, в шаблоне оформления, просто какую-то сетку уже заведомо. И тогда просто новый слайд, который вы создадите, автоматически выдаст вам места, на которых должны будут располагаться элементы. И вам не придется от руки там что-то двигать, потому что реально вы там мышкой перетянули случайно заголовок там на три пикселя ниже, и для человека-перфекциониста уже эта презентация так «Хм, что-то тут не то». И он уже начинает искать. Вот в этом главная проблема. Когда человек видит одну несостыковку, он начинает искать и другие. И может быть прокатит, а может быть и нет. Поэтому старайтесь все-таки соблюдать ту самую чистоту и гигиену слайдов, которая позволит просто не подкопаться к тому, как вы визуализировали свой материал. По поводу цветов. Цветовых кругов, колес и всего прочего. Что я рекомендую? Это сразу предвосхищаю ваш вопрос. Что рекомендую лично я? Я рекомендую оформлять презентацию не больше, чем в трех-четырех основных цветах. Потому что больше для меня это уже пестро. Я люблю, когда все в более минималистической манере. И что тут можно выделить? Одного цвета фон. Для меня это зачастую белый. Можно нет. Это на ваше усмотрение. Главное, чтобы он был таким, на котором удобно читать текст. Другого цвета вы можете сделать заголовок. Есть какой-то еще основной текст. Он зачастую идет или черным, или темно-серым, если у вас фон белый. Ну и какой-то визуальный акцент. Можно для этого выделить либо четвертый цвет, либо взять цвет заголовка и этим же цветом делать акценты. Я когда делала, вот мне было приятно выбрать эти три цвета для презентации, и все, здесь больше никаких цветов не будет. Мне просто больше были и не нужны другие цвета. Все, что мне хотелось вам показать с акцентами, вы здесь видите. Все выделено желтым, белый фон, много места, все такое. По поводу композитности и сочетаемости цветов. Есть абсолютно верно, вы заметили, такая вещь, как цветовой круг. Примерно представляете себе, что это такое? Кто не представляет, давайте так. Так, ну вы задали этот вопрос, я думаю, что вы где-то там про него слышали, как и про правила 20 секунд. В чем суть? На цветовом круге расположены все цвета, которые, цвета, оттенки, которые в принципе существуют, и вы можете по этому цветовому кругу выбрать противоположные, либо композитные цвета. Бывают не только вариант противоположных цветов. Противоположные – это черный и белый. Противоположные – это один оттенок, допустим, зеленого, другому оттенку красного. Но есть еще такая вещь, как цветовой треугольник, когда вам обязательно нужно подобрать три цвета. Вот вам кровь из носа, три цвета нужны. По цветовому кругу вы можете сделать этот же самый треугольник, когда он вам подберет три сочетающихся между собой хорошо цвета. Почему это должно быть так? Потому что помимо цвета основного, грубо говоря, есть еще очень много его оттенков. То есть в принципе синий и желтый, одну секунду, я договорю это, синий и желтый цвета, они достаточно композитны, они хорошо будут смотреться вместе. Но у этих цветов есть очень много оттенков. Если вы выберете, допустим, там такой вот к этому желтому цвету насыщенный, хороший, голубой или синий цвет, оно будет сочетаться, оно будет смотреться хорошо. Если вы выберете такой бледный, мятный, хипстерский, голубоватый цвет, оно будет смотреться не так хорошо. Поэтому старайтесь использовать цвета одной и той же насыщенности, которые вот на этом самом цветовом круге будут выглядеть композитными и дополняющими друг друга. В интернете, если вы введете в гугле «цветовой круг», будет миллион разных сайтов, на которых вы сможете воспользоваться услугами этого самого круга. Причем там вы сможете выбрать, допустим, просто прибором пипетка, а-ля вот цвет, который вам уже нравится, который вы уже выбрали, и он вам сразу же покажет все варианты другие, использование других цветов с ним. Он вам покажет и противоположный цвет, и два других по треугольнику гармоничных цвета, и сделает подборку из четырех или пяти цветов. То есть там вариантов на самом деле очень много будет. И вы сможете выбрать именно ту гамму, которая вам нужна. Это если вы уже выбрали себе один цвет. Если еще не выбрали, можете просто на какие-то там заготовки на тех же сайтах посмотреть. Я вам сейчас дам два сайта, которыми, например, мне удобно пользоваться. Да, у вас вопрос был по этому поводу. Это в каком плане рассчитаны на? Что значит рассчитаны на? То есть вы считаете, что в Европе потребителям больше нравится зеленый? Ну, допустим. Естественно. Естественно. Но это так и работает. Это дизайн. По-другому не бывает. Да, поэтому я третий раз повторяю одну и ту же фразу. Все, что касается дизайна, вещь личная, на любителя и на свой вкус. Но есть определенные базовые правила. И даже если вам не нравится, что композитный к белому цвет черный, вы от этого уже никуда не денетесь. Черные и белые цвета противоположны друг другу. Есть вещи, которые можно изменять в зависимости от вашего вкуса. Есть вещи, которые можно изменять или на которые можно обращать внимание в зависимости от географии, от возраста, от социального статуса человека. Есть сайты, которые... Ну, нельзя нарисовать, допустим, сайт... Дайте какой-нибудь пример, там, банка, к примеру, да, в ядовито-фиолетовом цвете. Потому что этой категории услуг и товаров, да, ну, не подходит этот цвет. То же самое, как вот все считают, что если на амбулансе нарисован красный крест, значит, что лучший цвет для медицинских сайтов красный. На самом деле лучший цвет для медицинских сайтов уже давно доказано, что это либо зеленый, нейтральный, спокойный, либо голубой, нейтральный, спокойный, как и для всей, в принципе, индустрии здравоохранения. Потому что людям хочется спокойствия здесь. А красный цвет подойдет отлично для сайта секс-шопа. Ну, это правда, от этого тоже никуда не денешься. Поэтому да, да, нужно понимать, что всем нравятся разные вещи, что у всех есть свои законы и свои правила, и что в разных странах люди по-разному реагируют на цвет. Как минимум, если у нас белый цвет означает чистоту, невинность и какие-то такие светлые вещи, то в странах на Востоке белый цвет означает, насколько я понимаю, смерть, насколько я помню точнее. Вот, поэтому тут нужно понимать, кому в этот продукт потом в итоге покажете. Покажите китайцу зеленый, для них это цвет жадности, денег, ну, в плохом смысле, да, всего, что связано там с алчностью и всем таким. Естественно, это нужно знать и это нужно понимать, но, опять же, я не могу углубиться в это настолько. Если мы будем говорить об этом, это огромная лекция, а даже может быть цикл лекций, которая называется «Теория цвета». В одной из этих лекций мы поговорим о цветовом восприятии в мире с древних времен. В другой лекции мы поговорим о том, какие цвета правильно использовать в веб-дизайне. И, в общем, все в таком духе. Сейчас мне главное, чтобы вы вышли отсюда с мыслью о том, как завтра защитить свою дипломную работу так, чтобы преподавателя не стошнило от вашей презентации. Ну, я честно говорю вот такими простыми словами, что я хочу сейчас показать. В ДатАрт мне приходится сталкиваться именно с этими материалами, с презентациями. Я с ними работаю каждый день. И именно поэтому это вот, собственно, моя такая больная тема, про нее попросили рассказать. Если хотите, мы сделаем эти ток по теории цвета, это вообще не проблема. У нас есть много дизайнеров, которые любят эту тему. Вопрос исчерпался этот? Хорошо. Сейчас, да. Нет, это я ляпнула так, на самом деле. Можете посмотреть цветовой круг. Да, но по вкусу красно-зеленый смотрится ужасно. Да, и это липлит выживание? Какие-то разные комбинации? Можно попробовать в разных пропорциях. То есть, если вы даете, допустим, заголовок и акцент зеленым, то красным на этом слайде можно, ну, я опять же на этих двух цветах, да, уже на зеленом и красном, то красным на этом слайде можно будет выделить какой-то минимальный цветовой акцент, какую-то цифру одну, и тогда этот красный будет усилением таким серьезным, но не испортит при этом общего впечатления. То есть, делить слайд напополам на красный и зеленый, конечно же, не надо. Если у вас цвета композитные, но при этом вам кажется, что они не очень-то хорошо работают вместе, если вы не хотите уже сменять эту цветовую гамму, тогда просто используйте, да, вот тот цвет, который раздражает больше, который глазу неприятен больше, просто в меньшей пропорции. Можно попробовать так. Но, в принципе, конечно, тогда просто лучше подобрать такие цвета, которые будут действительно хорошо гармонировать друг с другом. Да. Ой, да, ребята, мне задали много вопросов на будущее, я повторю, я эти уже не повторю. Были, спасибо большое. Были еще? Ну, я думаю, да, что напишите «да», если вам была суть ясна из моих ответов. Был еще вопрос. Нет, это тоже было про чат. Я поняла. Ну, собственно, да. Спасибо, ребята. Вот, и еще такой важный момент по поводу добавления оттенков. Что, почему это важно? Потому что, представьте себе, у вас, допустим, есть презентация, в которой есть несколько диаграмм, на диаграмме есть сектора, сектора, соответственно, классно будут понятны адресату, если они будут выделены разными цветами. Если вы себя ограничили уже серым и желтым, то, понятное дело, что вы уже никаких там секторов другими цветами не выделите. Естественно, это допустимо, это нормально. Просто, опять же, подберите настолько же приятные оттенки. Ну, с желтым не самый лучший пример, но, допустим, если у вас вся презентация в синем, там, сине-белая, да, возьмите эти диаграммы от светло-голубого до темно-синего, просто возьмите эту же гамму, этого же основного цвета, и тогда по вашей вот этой вот круговой диаграмме пайчат, которая, да, которая с секторами, по ней же будет понятно, что у вас там не только по цифрам, не только по словам, но еще и по цветам. Это всегда нагляднее. В общем, играйте с цветом аккуратно, как со спичками, да. Можно, но если диаграмма, допустим, маленькая, или если на слайде их несколько, а, повторяю вопрос, нельзя ли на диаграмме сделать в разные стороны штриховки. Можно, если она у вас одна, в центре слайда, здоровенная, это будет хорошо видно. Если на слайде, допустим, диаграмма маленькая, или адресат будет в диаграмме, ну, если в диаграмме несколько цветов, то различить это можно. А если в диаграмме все одинаково, но в разные стороны направлены штрихи, то на маленьком мониторе, допустим, это все сольется в один сплошной цвет. Очень часто объекты, которые заштрихованы, сливаются на более мелком разрешении просто в цвет какой-то, причем в грязный, не в родной, которым они синим заштрихованы, допустим, они сливаются в грязно-голубой. И вообще вот тогда уже точно ничего не понятно. Но если выбраны на диаграмме несколько разных по уровню насыщенности цветов, то даже на маленьком мониторе, даже на телефоне вы все равно их различите. Поэтому, в принципе, опять же, балуйтесь, пробуйте, но думайте о том, где в итоге это кто-то будет смотреть и как он этим будет потом пользоваться. То есть всегда просчитывайте варианты наперед. И об этом мы еще тоже поговорим, о разных разрешениях мониторов, о шрифтах, которые по-разному отображаются на мониторах. Вот. Достаточно ответа? Вот, по поводу, собственно, подбора цветов. Два реальных инструмента, которыми вы уже сейчас можете пользоваться для того, чтобы подобрать эти самые цвета для вашей презентации. Замечательный сайт Adobe Cooler. Для ленивых там есть раздел с готовыми кем-то уже придуманными композициями, сочетаниями цветов. Но там есть один такой негативный нюанс. Если вы зайдете в раздел «Непопулярные», а, допустим, «Все», то там мне иногда кажется, что люди тыкают от фонаря просто пять цветов, вот как им в принципе нравится, неважно, сочетаются они между собой или нет, они просто вот тыкнули в них и сказали, это наша крутая гамма, делайте вот в ней свою презентацию. И это работать не будет хорошо. Поэтому лучше попробуйте либо сами создать, либо зайдите в раздел «Рекомендуемые», «Работающие», вот в таком духе. Это… А иногда не работает. Кулер сайт или гамма цветовая? Иногда не работает и то, и то. Ну, гаммы, да, гаммы с этого сайта, видимо, им пользуются он такой популярный. Что мне понравилось из недавних приобретений, это сайт, который распознает цвета с картинки, которая тебе нравится. Бывают варианты, что ты, допустим, увидел фотографию, не знаю, там, заката красивого, и вот тебе кажется, что сочетания цветов на этом закате были просто идеальны, и ты бы хотел их использовать. Вот сюда можно загрузить свою фотографию и получить цветовую, собственно, раскладку с этой фотографии. На самом деле таких инструментов миллионы, работают они все по-разному. Есть сайты, где тоже фотографии, но уже готовые, то есть вы туда свою не загрузите, но посмотрите по самым там красивым каким-то ярким фотографиям наборы цветов. Есть сайты, которые предлагают, собственно, в миллион работы, вариантов работы с этим цветовым кругом, ну, то, что мы уже говорили. То есть по работе с цветом, на самом деле, нюансов много, вопросов много, просто думайте о том, что будет приятно и комфортно человеку, и никогда не забывайте о том, что цвет цветом, картинки картинками, но ваша цель не показать, что вы разбираетесь в гаммах цветовых, а показать, что вот ваш текст, и он красиво оформлен, хорошо оформлен, ничего не отвлекает, ярко-красный цвет не отвлекает, просто дополняет и помогает удобнее читать. Да, конечно. Ну, смотрите, я поняла вопрос. Вопрос в том, что, вопрос для ребят, которые нас смотрят, что цвета иногда искажаются, искажаются за счет проектора. Ну, смотрите, тут какая история. С материалами, которые печатные, здесь немного проще. Ты идешь в полиграфию, которая печатает, и делаешь цветопробы. Если на твоем макете, ну, на том, что они напечатали, цвета совпали, значит, все правильно, значит, у них нормально отстроен принтер, и твои цвета совпали. Здесь, в принципе, ну, так, это пальцем в небо, не угадаешь. Проектор может быть отстроен, не отстроен. Вот банально, если мы сейчас выключим свет у аудитории, то картинка на мониторе, на экране будет абсолютно другая. Она будет контрастнее, она будет насыщенней. Поэтому, если вы делаете презентацию, которая будет показываться через проектор на белом фоне, и, скорее всего, люди еще будут записывать, думайте о том, что здесь будет светло, и о том, что цвета тогда стоит сделать ну, понасыщеннее, поярче, да. Я понимаю, что вот мой желтый, например, здесь вам не всегда удобно читать, именно из-за того, что здесь светло. Но когда я ночью, или, да, в 4 утра, в предрассветный час делаю презентацию, у меня же в темной комнате отлично видно этот желтый. Вот, это вам реальный пример, как не надо поступать. Ну, собственно, вопрос, я думаю, что вы и сами понимали ответ на этот вопрос, что это все нерегулируемо. Ну, либо попросите администратора подкрутить настройки самого проектора. Ну, то есть тут такая вещь, которая действительно пальцем в небо ткнется, просто заранее можно только подумать о том, что все должно быть как можно темнее, как можно насыщеннее, чтобы, не дай бог, нигде ничего не пропало. Ну, это уже вопрос к поставщикам аппаратуры. Относительно шрифтов, это всегда самый такой нюанс шрифты, шрифты всех волнуют. Шрифты на слайде в любой презентации, собственно, можно условно разделить на шрифты, которые у нас используются в заголовках и которые используются в основном тексте. Опять же, по моему личному опыту, по тому, как мне нравится. Я люблю, когда в презентации есть один шрифт. Им оформлены и заголовки, и текст. Используются просто его разные начертания, используется там его жирненький вариант, используется его курсив, но не мешается 85 шрифтов между собой. Если очень хочется, если нужно, всякие профессионалы рекомендуют до трех шрифтов использовать во всей презентации. Но до трех – это включая варианты начертания этого шрифта. То есть, грубо говоря, курсив одного шрифта – это уже второй шрифт. Идея, понятно, да? И для акцентов тогда используйте еще один какой-то, может быть, другой шрифт. Что важно для заголовков? Важно, чтобы они контрастно выделялись на слайде, чтобы они были достаточно большого размера, намного больше, чем основной текст. И чтобы заголовки, и это вообще очень и очень важно, чтобы они отражали суть слайда. Потому что иногда бывает так, что вот, ну, текст на слайде есть, а заголовок как-то не придумался. Написали туда, а бы что-то написать, лучше оставьте без заголовка. То есть, если вы уже его ставите туда, то сделайте это тезисом, кратким, отражающим суть слайда, с которым человек будет работать. Потому что, в принципе, заголовок же делается для того, чтобы человек, глянув на него, понял сразу, ему вообще дальше-то интересно читать или нет. То есть, это не какая-то просто, ну, не рудимент, он там не просто так валяется заголовок на слайде, а бы он был. По поводу самого текста, который используется на слайде, меньше, лучше – это не размер меньше, это количество меньше. Чем меньше, да, мы уже говорили об этом миллион раз, чем меньше текст на слайде, тем лучше. А размер его ни в коем случае не должен быть мелким, он всегда должен быть читабельным. И, в принципе, рекомендуют выделить, допустим, для себя 30-й. Вот в PowerPoint-е стандартный 30-й размер, как ниже него не спускаться. Если вы видите, что текст, который написан шрифтом, больше не влезает весь на слайд, значит, тогда лучше разбейте на два, но сделайте так, что вот этим 30-м шрифтом все точно увидят. Понятно, что там кто-то допускает и ниже, там 24-й, но шрифты 10-й, 12-й, 14-й сразу нет, вообще не читабельно. Ну, разве что это какая-то там, я не знаю, диссертация, которая должна быть мелко написана, но почему она в презентации у вас оказалась вообще непонятна абсолютно. Поэтому все-таки пользуйтесь правилом, что средний такой 24-30 шрифта – это прям то, что вам надо. Вы знаете, честно говоря, я с Keynote не работаю, я работаю с PowerPoint, для PowerPoint это 30-ка. В Keynote надо поковыряться просто в настройках. Я знаю, что у нас там в чате сейчас сидят люди, которые пользуются Keynote. Если вы можете нам подкинуть в чат информацию по размеру этого текста, и они уже это делают. Спасибо, Саша. Вот, сейчас они нам подкинут эту информацию. А пока они ее подкинут, я вам скажу, что очень раздражает людей использование вот этих вот устаревших стандартных шрифтов. Да, некоторые из них неплохие. То есть шрифт Эриал не всегда плохой, но вот Comic Sans плохой всегда. Тут есть такой шрифт изгой, это Comic Sans. То же самое, в принципе, касается Times New Roman. У людей есть какие-то стойкие такие ассоциации, да, и шрифт Times New Roman вызывает у них такое, ну, не очень приятное ощущение где-то в животе, потому что это какая-то очень старая, я не знаю, газета, что ли. Только некрасивая такая, а вот, ну, такая, такая газета. Коту в лоток можно Times New Roman положить, и будет вот прям самое оно. Можно, можно. Не бойтесь там их использовать, но если есть возможность использовать что-то пооригинальнее, по новее, но тут главное не переборщить, потому что есть такие красивые шрифты, что они читабельные абсолютно, но красивые, аж вот по-богатому. Ковер, такой шрифт, и презентация работает на ура. Когда будете выбирать шрифт, лучше всего выберите базовые шрифты Windows, которые для этого, собственно, и сделаны, которые без засечек, то есть без лишних элементов, которые ровные. Понимаете, что такое шрифт без засечек? Который вот такой, монолитная такая буковка, да, сплошная. Как и Ariel, да, но мы его постараемся избежать, как и Ariel. Выбирайте шрифты, которые будут читабельны, которые не засорят слайд, которые не вызовут трудностей при прочтении, которые откроются и прочитаются так на любой машине, потому что в зависимости от операционной системы, в зависимости от мониторов, в зависимости еще от кучи-кучи разных факторов, некоторые шрифты у людей не открываются. И хорошо, если автоподменой стоит какой-нибудь адекватный простой шрифт. Это еще ладно, терпимо, но если презентация придет квадратиками такими, ну, в общем, возвращаемся к Стиву Джобсу, и правило, что это должно быть рабочее, а не красивое. Что нам пишут? Пишут, что тайтл 80-м, сабтайтл 60-м, а боди 36-м. Это что касается кейноута и размеров шрифтов в кейноуте. Спасибо. Вот, зрители на этом моменте передают огромное спасибо. И в PDF отправлять, чтобы не было квадратиков. Ну, это на самом деле вообще оптимальный вариант отправлять в PDF, но тут возникает другая проблема, что как бы с PDF-ом тоже еще надо разобраться, потому что PDF далеко не всегда сохраняет в адекватном размере, не всегда он сохраняет нужное качество. И если ты изначально не задал своему проекту, ну, своей презентации, какие-то там базовые хорошие настройки, то PDF может выйти пережатый. Ну, в общем, с PDF надо разобраться отдельно. Но в чем плюс PDF-а? Что если вы его правильно сохранили и задали ему правильные настройки, то в любом другом, в любой другой машине, где угодно, он отобразится корректно, так как вы хотите, чтобы он отобразился. Но с PDF-ом только придется разобраться немножко с его личными настройками. Что еще важно относительно текста и работы с текстом? Есть такое правило трех секунд, правило бигборда. Что мы, вот едете вы на машине, на велосипеде, несуть, едете по городу, видите из окна бигборд. Мало текста крупными буквами вы заметите, успеете прочесть. Реклама сработала, ну, по крайней мере, дошла до вас. Много текста маленькими буквами вы, естественно, что не успели прочесть. Помимо этого, на бигбордах есть еще всегда изображения какие-то, которые привлекают внимание. Вот пример работы бигборда в слайде. Если мы говорим, помня, что мы говорили раньше, что ваша цель не только дать всю максимальную информацию, ваша цель еще побудить узнавать, ваша цель, грубо говоря, заразить идеи, заразить проблемы, то есть ваша цель завлечь человека. И вот пример вот такой. То есть одна и та же идея подана вот так или подана вот так. Скорее всего, человек сакцентирует внимание больше на втором. И да, это проблема. И да, на первом слайде было расписано очень много важного. И сколько детей, и в каких странах, и почему так, и что, и дальше, и дальше, и дальше. Но вот это привлечет внимание и поможет заставить, ну, не заставить так, подтолкнуть адресата к тому, чтобы читать, узнавать, что-то, в общем, дальше изучать по проблеме. А тот слайд, возможно, просто даже сразу же вызовет отторжение, и об этой проблеме вы даже не донесете, в общем-то, не начнете даже говорить о ней. Поэтому какие-то ваши центральные слайды, главные мысли или начало презентации попробуйте сделать вот в таком стиле, чтобы человека побудить. Если вы его побудили и заинтересовали, тогда он будет изучать дальше. Ну, по крайней мере, опять же, это очень субъективно, но мне кажется, что, в принципе, в общем-то, второй работает лучше. Но тут на любителя. Да, конечно. А мне надо проанализировать тот бигворд, который видели вы, или тот, который я вам показала? Так. Давайте мы поговорим о таких более общих и частных, точнее, о более частных вопросах немножко после, да, потому что люди хотят послушать до конца, если им это будет интересно, они потом присоединятся к дискуссии. В общих словах, почему лучше сделать бигборд? Потому что вам нужно внимание. Вы должны привлечь внимание. Цель любой презентации, любого доклада, всего чего угодно, привлечь внимание, вызвать интерес. Огромным куском текста вы внимания не привлечете и интереса не вызовете. Собственно, вот. А о смысловых нагрузках этих бигбордов – это вопрос к создателям. То есть, если они считают, что метро – это важно, ну, значит, они какой-то месседж пытались этим донести. Возвращаемся к моему любимому слайду. Он у меня просто не выходит из головы. Я его вижу, когда мне аж нехорошо становится. Я решила вас тоже им помучить. Этот слайд мы разбирали, когда говорили о том, как не надо делать, как совсем не надо делать. То есть, это квинтэссенция, как не надо. И вот здесь вот все говорят всегда о том, что картинки подобраны плохо, неправильно, неаккуратно, нехорошо. Как правильно, аккуратно и хорошо? Как надо работать с изображениями? Во-первых, в чем самая основная проблема? И на том слайде, и, в принципе, у людей обычно бывает. Это картинки низкого качества. То есть, они там расплываются, пикселят, и при растягивании теряют форму и товарный вид. Картинки на фоне отличном от фона презентации. То есть, у вас, допустим, там презентация красивая, стиляжная, черный фон, там, не знаю, золотые буквы, вы прям радуетесь. И тут вставляете, как вот там вот был этот чайник на белом фоне. Но вот так вот вы туда вставили, все, дальше уже потерялось. Картинки лишние, создающие шум, не несущие смысловой нагрузки. Это большая проблема, потому что людям иногда кажется, что лучше поставить, а бы что-то было, чем оставить то самое белое пустое место. Не надо. Если есть возможность ничего не ставить, не надо. Если у вас действительно есть хорошая грамотная иллюстрация, конечно же, пользуйтесь, ставьте на здоровье. Клепарты – это на самом деле большущее зло, и с ним надо бороться, или хотя бы научиться выбирать правильные, красивые, грамотные клепарты. Но о них мы там поговорим, там мой любимый слайд, там гипносмайлики, все дела. Какое есть решение вопросов вот этих вот по работе с изображениями? Во-первых, есть расширенные поиски. Банально в Гугле мы об этом поговорим. То есть вы ищете не просто, вот вы не забиваете, там веселая тетя, вам нужно на слайд веселую тетю. Вот вы забили веселую тетю, взяли первую попавшуюся, и в общем жуть получилась. Вы ищете большую тетю, ой, большую тетю, веселую тетю большого размера, и там таких вот цветов. Ну, то есть вы там работаете дальше с тетей. Качественные фото, это важно, то есть вы ищете фотографии на фотостоках, не просто какие-то вот, а бы попалось, а действительно качественные. И что там? Что нам пишут? А, я поняла. И что еще вы можете, чем еще можете разбавить презентацию по части красивости, это изображениями на прозрачном фоне. То есть вы подбираете картинку, допустим, в формате PNG, у которой фона нет вообще. Тогда эта картинка вставится на любой ваш слайд, легко и, собственно, симпатичненько. Пример вот этого легко и симпатичненько в PNG, это слайд, который вот был в самом начале, это вариант, как можно было еще сделать этот слайд. В принципе, конечно, разница-то вроде как и невелика, но немножко покоцанный такой Стив Джобс с плохим разрешением на не том фоне. Ну, в общем, по-моему, опять же, на любителя, но по-моему, вариант такой, он как бы приятнее глазу. Ну, поэтому берете PNG, берете в максимальном разрешении, берете, чтобы было красиво, почему там еще хорошо смотрится, потому что он там черно-белый, это значит без лишних цветов, а презентация выдержана в двух цветах. Один лишний, все, уже могло бы быть не так. Ну, в общем, смотрите. То, что я говорила про Google, ищите картинку, задаете параметры, задаете, что это большие изображения, дальше там задаете, что это, если вам надо, там черно-белые изображения. То есть в Google вообще много опций, там можно искать, не переискать. Смотрите, в общем, всякие варианты. Клип-арты. Некоторые клип-арты вызывают у людей страх, вот, неконтролируемые всякие там конвульсии. Некоторые просто отдают, ну, дешевизной опять же. То есть, когда я недавно увидела в отделении PrivatBank рекламу, их услуг, вот примерно вот с такими вот ребятами, ну, это же сразу понятно, что зашли на Shutterstock, если там проплаченный аккаунт, а если не проплаченный, зашли просто, вбили там, типа, веселая, не знаю, там, веселая команда менеджеров. Получили вот это, вставили. Ну, нет, ну, так не должно быть, это не очень хорошо. То есть, в принципе, вы потом все эти картинки будете еще много раз где-то встречать. Но вам же оно не надо, если вот вашу картинку легко узнают, потому что она была на обложке дешевого йогурта, потом на автобусе, который мимо проезжал, и потом еще на чем-нибудь, еще на чем-нибудь. То есть, да, ну, и вот еще, что у меня вот в прошлый раз, когда я рассказывала, заметили, что очень часто, например, для нашей средней полосы, в общем-то, темнокожие люди, ну, не самые частые, в общем, представители команды медиков, допустим. Но при этом у нас в больницах очень любят вот такое что-нибудь поставить, и какая у нас веселая команда врачей и анестезиологов. Ты смотришь, думаешь, ммм, да, скорее всего, фурман. В общем, подбирайте картинки грамотно. Как этого можно избежать? То есть, вот, допустим, вы хотели красивую тетю на обложку презентации? Нашли красивую тетю на обложку презентации. Чтобы ее найти, понадобилось, собственно, два действия. Ну, тут опять же, как бы, на любителя, конечно, тетя там, может, кому-то больше нравилось. Такое дело. Но два шага. Идешь на Flickr, и там выбираешь поиски, ставишь галочку в Common Creative, то есть в общих правах. Люди шарят достаточное количество высококачественных фотографий, которыми вы можете пользоваться. Поэтому проще, ну, немножко времени больше потратить, но подыскать тетю посимпатичнее. Дальше. Ну, тут это выдрано, честно, из презентации другого дизайнера. Когда он говорит, что даже на том же шаттерстоке или на любом вообще стоке с фотографиями, вместо вот банального там, да, изображения команды, командной работы, или я не знаю, что он там проиллюстрировать пытался, можно найти что-то более интересное. Тут вот правда на любителя, то есть мне не кажется, что вторая картинка к презентации подойдет лучше. Но он делает акцент на том, что можно найти просто интереснее, необычнее. То есть вот эта команда, это реально вот как на любом банке, в любом, да, в любом, я не знаю, в любые офис-менеджеры, все такое. Можно найти кого-то по-необычнее, но тут надо понимать, кому ты отправляешься. Люди с юмором, может, и поймут, если отправляешь кому-то без чувства юмора, тогда вряд ли поймут. Они. Они не надо. Они лучше без них, правда. Ну, то есть это отошло примерно тогда, вот когда Тетрисы, Пэкмены, и только если Тетрисы и Пэкмены, это все еще стильно, модно, молодежно, то вот это уже не стильно, не модно и не молодежно совсем. Опять же, лучше не ставьте ничего, чем добавить этих уродцев, которые зачастую в плохом качестве и зачастую на еще на каком-нибудь цветном фоне и с кем-то еще копирайтом поверх. Просто, ну, избавляйтесь от этого лишнего мусора. То есть если вы написали там веселую цитату, то, ну, вот эта гипнозжаба, она, допустим, не добавит ей веселости, она может только хуже сделать. Поэтому пробуйте немножко как-то избавляться от этих вот анахронизмов. Иконки. А, нет, еще не иконки, еще фотографии. Вот, собственно, то, что я вам уже рассказала. Если вы будете использовать, допустим, вашу презентацию для личного какого-то показа, для показа в университете, для чего-то такого более-менее камерного, и к вам никто никогда не сможет придраться, в принципе, серии воруй как художник. Находишь изображение, пользуешь. Но есть вполне серьезные правила, которыми нехту вот и, да, пренебрегать нельзя, потому что за это могут наказать существенно. Большие компании за это наказывают. То есть если вы взяли где-то картинку, она вроде как в гугле лежала, это в общем доступе, но прав на нее ни у кого нету, ну, у вас нету, вы ее не купили. И может прийти, в общем-то, хозяин картинки и спросить, а где, почему? Вы мне денег за нее не дали, почему вы ею пользуетесь? Особенно если мы говорим о коммерческих целях, то есть вы какое-то коммерческое предложение и отправляете презентацию какую-то там, которая уже уйдет там клиенту, допустим, или дальше пойдет, или ее в мире где-то увидят. Лучше избегать такого. Лучше поискать на Flickr вот эти Creative Commons, там где будет галочка, что владелец фотографии разрешает использовать ее в любых целях. Еще надо важно почитать, что в любых и в коммерческих, потому что коммерческие это не любые, это очень особенные цели. Можно пользоваться стоками, которые пишут сразу, вот ты на него зашел, и сразу видишь, в большом букве написано, разрешаем для любых целей. Хозяева согласились. Ищите такие стоки, их опять же очень много, ну, либо покупать. Тут уже такое дело, если вам действительно прям важна эта презентация, она очень нужная, она принесет вам прибыль, и она будет для вас каким-то там, она потом окупится, да, в это изображение потом окупится, тогда, конечно, тратьте деньги. Нет, воспользуйтесь или первыми двумя пунктами, или если вы не настолько серьезно, не настолько серьезный продукт готовите, тогда можете не париться, да? Нет, он рассматривается еще как. Это вообще не обсуждается. Конечно же, он рассматривается, конечно же, да, но, допустим, ну, нет у вас физической возможности, сидя в Центральной Африке, а рекламируете вы там, допустим, воду какую-нибудь с Аляски продаете, ну, нет физической возможности пойти сфотографировать алясканского белого медведя, там, да, я не знаю, живут ли они там, это я так примеру. Ну, бывают случаи, когда вот нельзя самому, приходится искать. А в принципе, вариант сделать самому, это оптимальный и очень правильный, но я как бы рассчитываю на то, что вы совсем не дизайнеры, совсем не фотографы, и совсем не художники, и вообще не понимаете, вот как это все делается. А так, на здоровье, если есть возможность. Естественно, естественно. То есть, если вы вставите в презентацию картинку собственного производства, то понятное дело, что вам никогда никто не скажет ничего плохого. Это будет ваша собственность, там, ваше достояние, естественно. Если вы можете это сделать, вопросов ноль. Просто, ну, я знаю не так много людей, которые могут себе позволить самостоятельно создать какую-нибудь действительно крутую иллюстрацию, к сожалению. Но это жизни. Ну, не абсолютно... Да, да, это точно. Так, вот это, собственно, тот самый Flickr с Creative Commons, отмечены, да, там, видите, они вверху, что их можно использовать. И эти фотографии вам свободны для использования. Да. Нет. Так, давайте о слайдшер поговорим чуть-чуть позже, хорошо? О работе с иконками. Да, иконки это круто, если они минималистичны, если они не 85-тысячного количества цветов и если они в тему. Иконки использовать стоит, иконки использовать нужно. Я очень рекомендую использовать их как вместо буллет-поинтов. Допустим, если у вас есть тезисы, подкрепите их иконками, они будут хорошей иллюстрацией, но только если они чистенькие на прозрачном фоне, то есть это то, о чем мы говорили. Если вы просто надергаете иконок, которые там будут фоном мешать и выделяться, будет нехорошо. То есть вот как пример я привожу такой, что написано все то же самое, но просто вместо лишних слов Facebook, мобильный имейл, использованы иконки того же Facebook, мобильного имейла. Разница вроде небольшая, но мне кажется, что так выглядит немножко эргономичнее, да, экономия места, показывает все-таки, что вы немножко запарились, чуть больше, чем просто написать. Ну, то есть если есть возможность так разнообразить, да, но это абсолютно не критично. И уже близясь к концу, собственно, нашей презентации, какие-то еще всякие важные, полезные для вас советы, которые вам могут пригодиться в конструировании презентации. Сделать ее максимально наглядной, да, это абсолютно верно. 10% люди запоминают из того, что слышат, и 60% примерно, если они слышат и видят одновременно. Поэтому, если вы проиллюстрируете, будет намного круче. И тут очень хорошим пунктом будет инфографика. Но с инфографикой надо быть очень аккуратным, потому что, если, опять же, ты ее просто содрал где-то в интернете, и она не соответствует теме твоего слайда, просто красивая, она не нужна. Самый такой у меня просто последнее время любимый пример, я думаю, за Майданом как-то же следили, все-таки там в Фейсбуке, в социалке, видели, что в какой-то момент люди перешли просто с громадных постов о том, кому что нужно. На пост из серии там вверху написано в Михайловский собор нужно. И дальше иконки. Или иконками заменяли название, или иконками заменяли саму продукцию. Людям намного проще воспринимать, если нарисовано. Это правда. То есть, если ты распишешь абзац текста, кто, куда, к кому пошел, что ему сказал там и все такое, это надо прочесть, и это долго. Если ты это нарисуешь, ты нарисуешь человека, подпишешь его там в Вася, сделаешь иконку, он говорит, все сразу будет понятнее. То есть, если есть возможность так проиллюстрировать, это очень здорово, да. Дело не в подсознании. Я говорю не о фотографиях. Я говорю о том, что информацию с цифрами или информацию с большим количеством текста можно подать графически понятнее. То есть, любая схема сложная, экономическая, когда, допустим, у нас есть там четыре источника финансов, которые как-то друг к другу относятся, одна стрелка на схеме, это может быть целый абзац текста. И лучше сэкономить этот абзац текста, убрать его и просто показать эту зависимость. Когда ты показываешь, что от кого к кому пришло, намного это проще, чем ты написал, что от тех, через вот такие вот каналы что-то куда-то шло. То есть, если есть возможность текст подать картинкой, это ни в коем случае не 25-й кадр, не зомбирование, не давит на подсознание. Это просто помогает людям понять, потому что воспринимается попроще. Особенно, когда есть причинно-следственные связи всякие. Вот, собственно, то, о чем я говорю, что информация, в общем-то, на этом постере о том, как правильно готовить презентацию и как ее правильно рассказывать. Там вся презентация сделана вот в этом стиле. Там вообще текста очень мало. То есть, тут видно сразу, что вот тебе и лектор, вот у него аудитория спит, потому что она устала. И там написано правило, что не надо делать так, чтобы аудитория у тебя спала, чтобы им было скучно. Ну, в общем, там зрительный контакт, как с кем разговаривать, вот это все там нарисовано. И немножко это проще для понимания, потому что ты сразу видишь, где этот лектор, на кого он там смотрит, кто у него там спит. Ну, может быть, такой не самый прям вот вопиющий пример того, как было бы лучше, но суть вот такая, что ты показываешь сразу людям, а не просто рассказываешь и пишешь. Когда презентация ваша уже готова, и вы уже готовы ее отправлять, вот та самая точка невозврата и кнопка «Отправить», вы ее еще раз перечитываете, потом перечитываете ее еще раз и еще раз. И сокращаете, 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 и сокращаете до момента, пока там не остается только то, что в ней действительно нужно. Лучше дайте ее там кому-то еще почитать, дайте ее кому-то посмотреть, покажите, проанализируйте. Возможно, там еще много лишнего текста. Я понимаю, что здесь можно было еще вычитывать, вычитывать и вычитывать, и все буллеты на каждом слайде вообще до одного слова сократить. Старайтесь как можно меньше текста давать. Ну и последний пункт, что для некоторых людей очень важно, это орфография. И бывали случаи, когда из-за неправильной орфографии в презентации, презентация закрывалась с первого же слайда. Потому что есть такие грэмор-нации, которым действительно важно, вот прям очень важно. И они считают это неуважением к себе. Если ты показываешь им презентацию или вообще любой продукт, неважно. Но вас раздражает, наверное, если вы в рекламе в метро где-то заметите, что там что-то с ошибкой написано, ну меня раздражает. Поэтому вот я говорю всегда, что это важно. И что правописание это корень проблемы. Ну и, собственно, под конец помогите людям улыбнуться, даже в очень серьезной, может быть, банковской, может, какой-то другой серьезной презентации. Оставьте хоть немножко места для того, чтобы человек расслабился, отошел от цифр, отошел от много букв и немножко там выдохнул. Можно вплести, но только здесь, знаете, речь не идет о таких вот этом американском приеме, когда там, типа, начинается любая презентация с анекдотом, и все такие уже, о, сейчас будет анекдот. А докладчик такой, я сейчас расскажу анекдот, и всем будет весело. А все такие, господи, опять эти анекдоты не смешные, но это же правило рассказывать анекдоты вначале. Вот так делать не надо. Верните там это где-то аккуратненько, красиво. Поставьте, может, картинку чуть смешнее. Ну, в общем, как-то попробуйте немножко разбавить и людей расслабить, потому что если они там 20 слайдов очень сильно напрягаются, лучше, чтобы у них там была возможность где-то немножко передохнуть. Из основного, наверное, это уже и все, но это из очень основного и очень базисного. Поэтому если есть какие-то вопросы общего характера, не про бигборд, про метро, если есть вопросы общего характера, задавайте. Да, да. Мы раздаем анкетки. И пока вы рассматриваете анкетки, может, у кого-то созрели вопросы какие-то. Вопросы не созрели. Созрели, хорошо. Коллега, может быть, мужчина, женщина, инопланетянин. Давайте разовьем эту тему. Любые вещи, которые вы задаете как вопрос, надо развивать дальше. Давайте подумаем, кому вы будете отправлять и показывать эту презентацию. Вы ее отправляете в фонду «Женки за мои будни Украины», да? Ну, это «Женщины за будущее Украины». Естественно, если вы покажете ее коллеге-мужчине, он покажет вам ошибки в орфографии, он покажет вам, я не знаю, там, ошибки в стилизации, но он не скажет вам, что я женщина, и я чувствую эту презентацию. Я ее вижу, она прям классная. Вот такая прям. Но покажите коллеге-женщине, а лучше двум, а лучше трем. Подумайте о целевой аудитории. Если вы готовите презентацию как фоновую лекцию для студентов и покажете бабушке, выхлоп будет минимальный. Хотя, ну, если бабушка такая молодая душой, почему бы и нет. Поэтому всегда думайте о том, что реального может быть полезного в данной ситуации. Если вы не знаете, кому вы отправляете, ткните наугад эту презентацию разным людям. А в принципе, показав ее кому-либо хотя бы одному, вы можете избежать как минимум вот тех самых проблем с орфографией, с неграмотной сеткой. То есть, если мы говорим о том, что вам нужно эту презентацию протестировать, тогда да, собирайте целевую аудиторию нужную, собирайте, я не знаю, там, фокус-группы, опросы и все что угодно. Если мы говорим просто о том, что вам нужно, чтобы кто-то свежим, незамыленным взглядом взглянул на вот визуальную ее часть, покажите ее тогда кому угодно внимательному. Покажите ее просто внимательному человеку, который в ней наловит вот этих самых, ну, мягко говоря, дизайнерских, я это так не назову, оформительских блоков. То есть, он там увидит, что заголовки подвинуты, он увидит там, что иконка неровная, пикселит там что-то, вот такого плана. Но если есть возможность, если это прям что-то очень серьезное, есть возможность сделать опрос или фокус-группу, ну, дерзайте. Но опять же, если создается такой материал, то обычно это подразумевает то, что у человека есть возможность создать фокус-группу и все такое. То есть, я не думаю, что тут многие из вас будут создавать презентации именно с этой целью. Если так, и это большая компания, то обычно без этого вообще не проходит ничего. Ну да, если презентация уходит на несколько миллионов, скорее всего, ее не будет делать человек, который не умеет делать презентации. Вот что важно. Тут, скорее всего, ее будет делать профессиональный дизайнер, который учтет как минимум там пять основных правил делания презентации. Еще вопросы? Анимации? Есть мнение, что анимация это плохо. Но какая анимация плохо? Плохо вот эти старые эффекты, когда у вас там вылетает, да, жалюзи там мигает все, там все таким, знаете, еще был такой эффект, когда обводка такая цветная мигала. Вот это плохо, конечно. Но есть момент, когда вы объясняете людям, допустим, опять же, последовательность какую-то. Здесь анимация будет почему в тему? Потому что у вас там, допустим, есть действия из четырех, цикл из четырех действий. И здесь будет в тему, если у вас вылетит сначала первый, потом второй, потом третий. Вот пока вы будете рассказывать, оно будет анимировано появляться. Но опять же, без эффектов жалюзи и вот таких прочих штук. Анимация в тему, если она в тему, ну, если она не выглядит дешево, если она не просто, ну, то есть эффект смены слайдов не надо делать. И так понятно, что слайды меняются, то есть если они поменяются вот так вот вверх-вниз или там влево-вправо, это лишний шум просто, вот лишнее на мозги человеку давит, что там еще что-то крутится, вертится. Если это поможет грамотно донести информацию, тогда это супер, потому что есть сложные реально схемы, когда человеку, вот ты ему выкатил сразу всю схему из 90 составляющих, и ему сложно в ней найти начало, конец и оследить последовательность. Если ты ему эту схему показываешь пошагово и говоришь, что вот здесь мы начинаем, двигаемся вот сюда и сюда, а потом отсюда, сюда и сюда, и это все начинает переплетаться, то походу ему с анимацией, конечно, проще и понятнее. Но без излишеств, без всяких там старых трюков. Да, да, конечно. Да, абсолютно, но пользовался кто-то призикомом еще, да, и как ощущения? Сначала сложно привыкнуть, потом привыкаешь. Ну, в принципе, да, в принципе, как бы о нем все так и говорят. Штука хорошая. Глючит очень, это правда. Вот, и есть еще один нюанс, что ты скачиваешь себе рабочий стол специальный, чтобы в нем смотреть эти презентации, либо ты отсылаешь его, ну, то есть, если у твоего конечного пользователя есть интернет, это круто, а если у него интернета нет, ему надо скачать себе специальный прези десктоп, и на нем потом только он может это посмотреть. Ну, да, совершенно верно. В чем суть? Я просто объясню людям, которые не знают, что такое призиком. Это онлайн такой конструктор презентаций, он основан на абсолютно другом принципе. Он основан на принципе, что у тебя все, это как мультик. Твоя презентация получается анимированным мультиком, полноценным таким, историей такой, да. Но здесь есть не очень хороший нюанс. Она классно смотрится, если ты мультипликатор, если ты аниматор, если ты умеешь рисовать или если ты грамотно подберешь изображение. Если ты просто сделаешь пять абзацев текста, ну там в чем суть, да, там вот есть картинка, потом она там перемещается, она крутится в воздухе, она там отдаляется, приближается, то есть это действительно такой вот, ну, мультик. Но если это просто текст, а ты больше ничего не можешь, ну не умеешь ты по-другому, не умеешь ты изображение вставить грамотно. Ну, у тебя абзац текста повернулся, перевернулся, пролетел, там отлетел, и вот как-то оно так, в общем-то зачем? Я видела, в чем кайф этого Prezi, когда ты на него заходишь, сайт Prezi.com, через букву Z, по-моему, если я не ошибаюсь, ребята, да? А, все, спасибо, чатик не дремлет. Там можно посмотреть примеры, они, да, крутые. То есть когда профессионалы, которые работают с этой программой долго, в особенности, если это не просто люди, которым интересно, а которые дизайнеры, если они с этим круто работают, ну, загляденье, правда, загляденье, инфографику там строить классно, и вот мультики рисовать, и мысль доносит, оно идеально. Но на простом тексте и знании там Азов Пейнта хорошую Prezi не построишь, то есть просто, ну, время потеряешь. Если есть возможность, стройте, это действительно круто. Потому что новое нам еще пишут. Может быть, может быть. Я вот как три года назад его попробовала пару раз, так больше, и вроде как и не пользовала. Но как идея это очень круто. Для профессионала, в принципе, все круто. Для профессионального там мультипликатора. Еще вопросы, пожелания, предложения. О-о-о, да, можно. Сейчас вы, а потом вы, да. Юмор. Примерно как гигиена. На самом деле это, опять же, это просто презентация, которую человек сможет осегнуть. Если прислать ему 80 слайдов 14-м шрифтом, осегнуть ее мозгом, он не сможет. Вот это и есть удобоваримое. То есть он ее не просто принял на почту, а еще и прочитал, и просмотрел, и все такое. Ну, то есть вот она у него там где-то улеглась в голове, он ее понял. Да. 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 Ну, в общем, вопрос про презентации, которые отправятся по e-mail и с ними так ознакомливаются. Я говорю, что я делаю в этом, в этой презентации, это акцент именно на дизайн, на графическое оформление. Какие подводные камни? В принципе, мы практически про все говорили, что самый большой и самый плохой – это обилие ненужного лишнего текста. Поэтому особенно ту презентацию, которую ты будешь отправить по e-mail, ты должен грамотно вычитать, чистить, чистить, резать, резать, резать и еще резать, чтобы она была не длинной и не забитой. Другое – это то, что вопрос в том, что человек ее может открыть в разных местах земного шара с разным интернетом, в разных программах и с разным набором базовых шрифтов. То есть надо понимать, что ты отправляешь вещь, которая сработает везде. Но это техническое требование, да, скорее. А по части такого, ну, интеллектуального, грубо говоря, требования, мне кажется, что основное – это все-таки людей заинтересовывать своими предложениями и своими презентациями. Потому что он всегда сможет выйти на обратный контакт и попросить подробностей. Ведь по-хорошему, отойдем сейчас от фоновых презентаций, студенческих, я не знаю, дипломов и всего такого, по-хорошему большую часть вещей, которые мы отправляем, мы отправляем в расчете на то, что с нами свяжутся и нам потом что-то расскажут, дадут фидбэк, или у нас что-то купят, или у нас что-то спросят, правильно? Ну, ведь в этом основная суть чего-то, что ты отправляешь по почте. Я просто, мне даже сложно представить другой вариант, что ты отправил что-то по почте и чего-то другого ждешь. Ну, чего еще можно ждать от отправленной презентации? Да, причем это вообще очень дурной тон – оставлять презентации, комментарии к презентации. Зачастую их оставляют для себя докладчики, чтобы перед презентацией просто пробежаться по ним глазами. То есть я там, допустим, готовлю для вас презентацию, и под слайдом я себе подписываю. Здесь я хочу рассказать об этом и не забыть об этом и об этом. Но при этом, когда я буду вам ее показывать, я их удалю, естественно, потому что это нехорошо. И вообще в основном презентацию буду смотреть на F5, на большом экране. Ну, так мы хотим, чтобы так было, да? И поэтому делаем ее красиво, чтобы все смотрели развернутое на большом экране. Поэтому заметки и заметки надо скрывать однозначно, конечно. Что? А у кого там такая… Я поняла, человек просто живет в формате PDF. Это правильно. Но это наше на самом деле, и у нас, в общем, тоже по этому поводу PDF-ов много споров. PDF- это классно с точки зрения размера и открывабельности на разных машинах. Но разберитесь сначала с форматом PDF. Узнаете, какие нужны требования. Далеко не всегда. В PDF-е очень много настроек качества. Как минимум, есть PDF-ы для разных времен, грубо говоря. Ты там можешь задать настройки PDF для 2004 года, может, для 2008. Это понятно. А клиент ваш? Где он живет? Очень спорный вопрос. Все, вот это все очень спорный вопрос. Как минимум, вообще совет. Если вы сохранили что-то в PDF-е, это неважно, причем это Word может быть, все что угодно, сохраните в PDF-е, отправьте себе на другую же машину, дома посмотрите у себя, как она у вас дома открылась. Потому что бывают такие случаи, что на работе сохранило все очень красиво и очень няшненько смотрится. Потом пришел и понимаешь, что он мало того, что весит тонну, не открывается у тебя твоим PDF-открывателем. Ну, то есть, надо проверять такие вещи. Я просто очень настороженно и аккуратно с PDF-ом стараюсь работать. Не все там так просто. Может, вам везло с базовыми настройками. Очень сильно. А когда их начинаешь крутить под требования, допустим, полиграфии, избиваешь, то потом начинаются всякие качели с размерами, с кодировками, со всеми такими вещами. Что там еще? PowerPoint плохо экспортирует в PDF. Абсолютно верно. PowerPoint плохо экспортирует в PDF. Это правда. Потому что размер слайдов в PowerPoint может не соответствовать размеру, который вы задали в PDF для сохранения. Исходник презентации? Сохраняешь, да, сохраняешь просто не в ППТ, а в ППС, то есть в PowerPoint-шоу. И человеку приходит файл, который не откроется редактором, а откроется сразу на весь экран полноэкранной презентацией. Это самый, ну, как бы это правильный вариант с точки зрения отсылки, отсылки PowerPoint. Но Саша, который пишет про PDF, абсолютно прав, да. Просто поковыряйтесь правильно, проверьте, хорошо ли откроется, и нормальные ли настройки. А да, ППТ, конечно, отправлять прямо из редактора нельзя. Это то же самое, что вы отправите, я не знаю, там фотошопный файл с неслитыми слоями в полиграфии, и они потом будут очень сильно ругаться. Поэтому, да, скрывайте комментарии, всякие настройки пользовательские ваши скрывайте, и всякие такие штуки. Еще там был вопрос, да. Это прекрасно, это идеально, и это очень круто, но просто мы говорим об условиях очень сжатого времени, да, и сроков. Ну, создание видео, оно все-таки требует немножко больше времени. Ну, есть люди, для которых нет. Есть люди, которые занимаются созданием видео каждый день, понятно, что для них это не будет проблемой. Есть люди, которые никогда не создавали ничего в видеоформате, ни в ком никогда ничего не снимали. Им, понятно, это будет попервой немножко сложно. Проще все-таки PowerPoint привычный себе слепить. Если есть возможность такая, это шикарно, потому что все, что вам покажут визуальным рядом, вы воспримете намного лучше, и это будет намного правильнее, дополните хорошего качества, собственно, снятым материалом, и это будет круто. Или даже просто анимации грамотные, качественные. Да вообще-то, в принципе, вы же понимаете, что любой рекламный ролик, показанный, ну, там, в интернете, да, на YouTube, мультик рекламный, намного больше вас заденет, чем, не знаю, там, ну, статья какая-то или просто рекламка там визуальная. Понятно, что если вы можете совместить все каналы восприятия человеческого, совмещайте, потому что в видео он будет иметь все каналы сразу. Ему и на уши это идет, да, и глаза, и все, и он сразу все. Понятное дело. Да, это обязательно. Еще, еще вопросы дам. Так, если готовится презентация для клиента, насколько корректно у клиента запрашивает темплейт, то есть шаблон этой презентации? Его, понятно, понятное дело. Значит, я вам так скажу, если вы первый раз коммуницируете с этой, я не знаю, допустим, фирмой, назовем ее условно так, компанией, если вы первый раз не коммуницируете, нет, это некорректно, и, наверное, так лучше не делать, потому что это как-то очень странно выглядит. Я вот, Вася такой непонятный вообще откуда взявшийся, хочу вам тут материал классный прислать, но поскольку у вас, наверное, есть крутой шаблон, который вам нравится, я засуну свою информацию в ваш хороший шаблон, потому что он вам уже нравится, не буду пальцем в небо тыкать, и пришлю вам в нем. Есть случаи, когда мы, допустим, отправляем одно предложение от двух компаний, да, бывает такое, когда там, ну, сейчас какой-то пример привести, допустим, есть компания, которая занимается организацией праздников, и она предлагает сразу праздник организовать и дополнить его там, ну, я очень, такой пример из головы сразу, воздушными шариками. То есть мы на две конторы, одна, которая праздники организовывает на воздушные шарики, отправляем одну презентацию какому-то там потенциальному клиенту. Тогда да, мы можем взять темплейт друг друга или один какой-то на двоих, да, это факт. Если вы с этим клиентом уже работали, работаете продолжительное время, если вы, ну, обмениваетесь материалами, можете слать его шаблон, Но для первого раза, мне кажется, это несколько нагло. Но, а с другой стороны, тут, наверное, от клиента зависит. На моей практике такого не было ни разу. Я так думаю, что это зависит от того, что именно вы им отправляете. То есть, если вы им отправляете, ну, как бы так правильно сказать, то есть, если вы, допустим, пример такой, если вы программист, который пишет очень крутые программы для, допустим, госпиталей, эти программы потом там установятся на каких-то там роботах, в госпиталях будут помогать, я не знаю, врачам быстрее доступ к информации, давай, что-то такое. То есть, вы, в принципе, вообще никак с этой сферой не коммуницировали. Вы вообще первый раз друг от друга услышали, и это вы просто из воздуха решили вдруг, что было бы круто мои услуги предложить кому-то. Тогда нет. Ну, тогда вот вы действительно для них никто, первый раз вообще с воздуха упавший человек, будете у них что-то просить, это неправильно. Если же компания сама просит, там, допустим, тот же тендер объявляет, или сама к вам обращается и просит что-то прислать, в таком случае, наверное, да, это возможно, потому что вы, ну, там, выскажите им уважение какое-то, и не будете грузить их своим лишним пониманием дизайна, покажете им, как бы, в том, в чем им привычно. Но если вы никогда не пересекались и просто кому-то делаете, вот, потому что вам так показалось, что это будет круто, им вот, вот я там вяжу носки, мне кажется, что вот этому холдингу они прям будут очень в тему. Ну, нет, тогда я не попрошу у них шаблон, лучше не надо. То есть надо, наверное, от ситуации плясать в таком случае. Вообще, надо задуматься на эту тему. Это интересный вопрос. Так. Это интересный вопрос. У меня надо.